Всем здарова! Это второй выпуск про мой рабочий кабинет на даче. Прошел месяц и посмотрите, сколько здесь изменений. А теперь расскажу немного подробнее. Я постепенно, по мере возможности, покупаю различные штуки для этого кабинета. И сейчас вам их буду показывать. Я записал для этого выпуска несколько сюжетов. И давайте сейчас один из них посмотрим. По мере просмотра вы узнаете, что уже было куплено для этого кабинета. И какие изменения здесь произойдут в ближайший месяц. А также в ближайшей перспективе на 2-3 месяца. Если у вас есть какие-то идеи или подсказки, то обязательно пишите о них в комментариях. Я все читаю и прислушиваюсь. А сейчас смотрим первый сюжет. Сейчас мы едем на новую почту за первой партией посылок для моего рабочего кабинета. Там получается акустический поролон. Ну и еще кое-что. Сейчас заберем, приедем на дачу и все вместе с Наташей распакуем. Остальное засовываем в бардачок. В багажник загрузили посылочки. И сейчас осмотрим на даче уже, что там у нас. Продолжение следует... Выгружаемся. Не буду говорить, что здесь пока не распакуем. Сохраним интрижку. Так интересно. Подождите, я забыл свой рюкзак. Ты, главное, свою сумку забрала. Решили все посылки занести за один раз. Половина у меня. Половина у Наташ. Сразу все заносим в рабочий кабинет. Правда, он еще не готов. Давай сначала еще с чайниками. Да, то что очевидно, то что понятно. Так, я вас сделаю на работу, потому что вас рекомендовали как отличный специалист. Они инструкции. Какой симпатичный чай. Знаешь, немножко, наверное, так делаем. Давай наоборот, поменяемся местами. Так вот лучше видно. Какой симпатичный чай. И внутри металл. Полтора-литровый. Отлично. А если по максимуму вот здесь заливаться, а вышел он взяда? Приступаем к следующей посылке. Ну что, давайте распакуем вот это, потому что я сам забыл, а что у меня крехке. Осторожно, хрупкая. Ой, они могут писать все что угодно. Ну да. Тут что-то полдыхается. А, все, я вспомнил. Это не совсем для рабочего кабинета. Это для дома. То есть это не для рабочего кабинета, хотя к рабочему кабинету это может тоже попроситься. Ой, вот это я хвачу. Так, дай вспомнить, что это. Я вижу, что это, я не скажу тебе. Пока покажу вам свой рабочий кабинет. Вот так он выглядит. Вот так, такие стены. И пока что ничего. Ты помнишь, как твое видео первое записывалось здесь? Да. Это вообще так страшно было. Не, ну сейчас, конечно, тоже страшно, но уже лучше, чем было. Вы что, ровные, красивые стены. Пока Наташа выполняет анбоксинг, я вам... Я вам... Это просто стул, блин! В принципе, меня он полностью устраивает. Я не хочу себе вот эти игровые там кресла, кресла и прочее. Такой вот соберу просто табурет. И буду первое время сидеть на нем. Ну да, мы даже его полностью распаковывать не будем. Вот так он беленький симпатичный выглядит. Давай дальше. Вот это не порежь, пожалуйста. Ладно, не будем тянуть кота за хвост. Здесь акустический поролон. Это один акустический поролон. А вот второй акустический поролон. Заказал пока что для теста два, потому что не знаю, насколько он мне понравится. Там кубики 30-миллиметровые. Размер 200 на 100 сантиметров. По 370 гривен, в принципе. Как я посмотрел по ценам с другими, это бюджетный довольно-таки вариант. Если он мне понравится, то буду заказывать остальные листы. И будем приклеивать полностью на все вот эти вот ровные стены. Этот 30 миллиметров, как я сказал, приклеим на потолок 20-ку. Он еще дешевле, как я прочитал там, да, там человек зашивал себе комнату поролоном. И 20-ку он повесил на потолок. Зашумело, отлично, эхо нет. Ну, для студии. Я сейчас пока ненадолго отключаюсь. Распакуем, разложим здесь его и покажем. Отсусти поролон в таком вот виде. Но, говорят, ему нужно несколько дней. Кажется, порвался. Ему нужно несколько дней, чтобы расправить крылышки свои. Ну и последнее, это у нас жалюзи, жалюзи. Что-то мне кажется, они какие-то длинные. Я вроде брал, ну, 120 на 160. То есть, вот, 120. Ну, ты видишь, какие они длинные. И какое-то тут окно. Хотя, да, может, это коробка длинная. Трехочковый. Ничего себе. На этом в этом сюжете все. Давай-то сейчас уберем жалюзи и расстелим поролон. Покажем, как он повесит, так сказать, рост. Вот такой поролон. В таком вот сжатом виде он пришел. Вообще, такой крохотный. Я не ожидал. Я думал, его трубочкой скрутят. И такой он приедет. Ты видела его, как скрутили? Не просто трубочкой, а коробочкой. Но уже состояние хорошее. Он мне нравится. А он ему ходить можно? Нет. Это же не для пола. Это для стены. Давайте посмотрим, как примерно он будет выглядеть. Смотрите. Короче, как-то так будет? Ну, симпатично будет. Поэтому, если нравится, Наташа, заказываем тогда еще. Так, ля, уже зашумело. Эхо стало меньше. Мы его просто положили на пол. Уже зашумело. Вот как получается. Хорошо работает. Хорошо работает поролон. На этом этот сюжет подходит к концу. Будут следующие, потому что скоро приедут об этом в следующем сюжете. Еще много чего другого в этот кабинет нужно заказать. Здесь, как я и планировал, я все обклею акустическим поролоном. Стены и потолок. Ну, вот захотелось мне именно так. Тем более, я очень много записываю звука, очень много видео. И это пойдет только на пользу. Качество звука точно станет лучше. Поролон, который я вам показал в первом сюжете, мне понравился. Я буду заказывать остальные листы, как только они появятся в наличии. На розетке, к сожалению, его уже нет. Я заказал в другом магазине. Мне перезвонили, предложили 25 миллиметров. Но у меня тридцатка. Два листа уже есть, поэтому он мне точно не подойдет. Они будут отличаться. Двадцатку для потолка уже заказал. Четыре листа. На днях поеду на почту и заберу. Сегодня у нас три посылки. Это полезности для моего кабинета рабочего на даче. Плакаты, Wi-Fi, розетки и сетевой фильтр. Давайте распакуем и посмотрим. Сзади меня лампа, поэтому, возможно, будет плохо видно. Не знаю, у меня же Сонька, поэтому экранчика нет. И я ничего не вижу. Давайте распакуем одну из посылок. И потом я постараюсь поменять ракурс. Так вот, здесь у нас Wi-Fi, получается, розетки. Сразу я тут вижу переходник. Китайцы нам положил даже два. И, наверное, даже два разных. Возможно, я так и выбирал, чтобы он разные их положил. И сами Wi-Fi розеточки от Xiaomi. Распакуем одну, посмотрим. Через интернет, по Wi-Fi мы будем ими управлять. Ну, у Xiaomi, как всегда, все симпатично выглядит. Вот такая Wi-Fi розетка будет трудиться у меня на даче. И тут точно такая же вторая, но сейчас мы ее уже не будем тратить время и распаковывать. Распакую ее за камерой. Следующая у нас идет. Это сетевой фильтр. Давайте немножко сменим ракурс. Значит, фильтр от Xiaomi. И вот такая, максимально просто говоря, переноска от Xiaomi. И здесь есть три USB-выхода. И она тоже, вот видите, с китайской вилкой. Конечно, очень будет неудобно, но, тем не менее, мы будем как-то выкручиваться. Длина кабеля 1,70 м. Получается вместе с переноской 2 м. И последняя посылка – это плакаты. Если не ошибаюсь, это та партия с рисунками танков с игрой World of Things. Костеры с Алиэкспресс отлично упакованы. И приехали в отличном состоянии. За что спасибо китайцу, что упаковал хорошо, вот такой с трубкой. И нашей почте, что не испортили. Смотрите, в отличном состоянии. У нас по стране иногда посылочки, которые едут, приезжают более плачевно. Здесь все хорошо. Потихоньку техникой различные вещи перевозятся на дачу. Сначала все это складывается в гараж, а потом все это будет переноситься в кабинет, когда хотя бы там будут уже не голые стены, и на полу будет лежать ковер. Так вот, штанга в разобранном виде. Но это еще не полностью. Часть еще дома, где-то в кладовке надо искать. Здесь также у нас обогреватель. Вот он стоит, привезли. Тоже перенесется. И блины. Часть здесь. Часть где-то еще в самом доме уже. И часть, возможно, где-то здесь в гараже. А сама штанга, ну, сам гриф, если не ошибаюсь, его называют, он тоже еще дома. И колонки здесь еще есть. Это совсем с моего старого, с первого компьютера. Они полностью в рабочем состоянии. Единственное, что здесь провода немножко нужно старые, ну, как старые, которые здесь наколхозил я, отрезать и припаять нормальные новые, потому что эти просто скрученные. И вот будут еще трудиться некоторое время. Потом, возможно, я давно мечтаю, хочу купить себе для дома хорошую акустику. Вот, а те старые, которые у меня дома, которые вполне себе хорошо трудятся, перевезти на дачу. С колонками немножечко переиграл. Кто смотрел предыдущий выпуск, тот уже знает, о чем я. Кто не смотрел, я вам дальше расскажу. Этот сетевой фильтр я переделаю и поставлю сюда нашу вилку. Wi-Fi розетки я проверил, они обе работают. Хотя там есть какие-то недоразумения, я вам о них уже в другом видео расскажу. И сегодня 28 августа 2019 года. На даче мы провели интернет, правда он пока что еще не работает. Кабель в дом уже заведен, в ноутбук вставлен и скоро мы будем с интернетом. Знаете, у меня уже такой второй раз в жизни. Тебе проводят интернет и сразу же он не работает, там какие-то проблемы. Скоро будем с интернетом, кабеля достаточно, чтобы потом в тот угол, где будет стоять стол, провести роутер. 28 августа, мы почти с интернетом. Я заказал себе на Алиэкспресс ленту, длина 5 метров. Скорее всего, пущу ее вокруг всей комнаты по плинтусу. Только в таком случае мне понадобится еще одна такая, потому что этой хватило только на пол комнаты. Обратите внимание, как много здесь светодиодов. Тут реально их очень много и они очень-очень яркие. Возможно, даже придется придумывать какое-то охлаждение, потому что по отзывам лента очень сильно греется. Светодиодов очень много и они очень-очень близко друг к другу. В отличие от моей старой, там большое расстояние между светодиодами. Я раньше, когда выбирал подсветку для мониторов, для своего стола, в общем, для дома, для квартиры, я даже как-то не обращал на это внимания, потому что думал, что эти все ленты штампуют одинаковыми, они отличаются разве что только цветом. Но, как оказалось, нет. В магазине «Розетка» я заказал розетки. Тут несколько вилок. Вот как раз одну из них я буду использовать для сетевого фильтра, на котором китайская вилка. Переделаю и потом покажу, как получилось. Я взял сразу три вилки, потому что пригодятся. Здесь у меня в посылке с розетки коробки под гипсокартон. Три штуки взял. Выключатель диммер. И, кстати, розетки и выключатели выбрал от производителя «Видекс». «Видекс». Много хороших отзывов у них, поэтому выбрал их. Все куплено за свои деньги. Розетки тоже черного цвета. Вот такая вот двойная. Я взял их две штуки. Я думаю, очень круто под стиль комнаты будет, потому что поролон у меня тоже черного цвета. Вторую распакую ее уже за кадром. Она точно такая же. И еще одна двойная розетка. Уже белого цвета. Это я уже взял не для кабинета, а на будущее для других комнат. Вот, если кому интересно, цены. Когда я буду монтировать это видео, я не знаю, будут ли здесь уже установлены розетки. Если уже будут установлены, то я обязательно уже и в этом выпуске это покажу вам. Из полезных мелочей пока что только вот такой вот коврик. Коврик-органайзер. Изначально он задуман как типа для автомобиля, но я его буду использовать на своем столе. Сначала он мне не понравился, а потом, когда принес его домой, начал им пользоваться, наполнил. Он тогда мне все-таки уже понравился. Удобный для мелочевки телефонов и смотрится тоже классно. К следующему выпуску, я надеюсь, вы эту комнату уже не узнаете. Потому что здесь стены и потолок будут обшиты поролоном. На полу будет лежать линолеум. Здесь будет стоять стол. На окне жалюзи. На потолке люстра. И если успею, еще поклею подсветку. Это пока что только планы на ближайший месяц. А если говорить о планах, немножко забегая в будущее, на 2-3-4 месяца, то здесь появится небольшой диван, плазма, ковер на полу, на компьютер на столе компьютер и дверь, само собой. Вообще, я изначально планировал более бюджетно подойти к подготовке этой комнаты. Думал, брошу ковер на пол, например, старый с квартиры принесу. Куплю бэушный компьютерный стол, самый простой. Поролон на стены, карниз, штора, старый роутер. Потом привезу сюда старый комп и буду работать. Но очень вовремя отогнал от себя эти мысли. И понял, что нужно вложить чуть-чуть больше денег, и это будет сделано не зря. Потому что в дальнейшем это место станет идеальным помещением для работы, а соответственно для заработка денег. А если я здесь буду проводить много времени, то мне реально здесь нужен нормальный стол, нормальный компьютер, нормальная плазма, диван. На полу какое-то напольное покрытие, освещение нормальное и так далее. Поэтому было принято решение все-таки немножко больше вложить денег и сделать это место еще лучше, чем я задумал до этого. Кроме всего этого, мне, конечно же, здесь нужны будут нормальные колонки. Акустика 5.1. Ее я уже успел засветить в прошлом видео. Багажничек, пожалуйста. Все, загружаемся, едем на дачу. Ой, блин, еще и машина током бьется. Одни неудачи. Достаем колонки. Акустика. Ну давай здесь инбоксинг сделаем. О, блин, тяжелая. У меня скалип или нет, но здесь, в принципе, пленки не так много. Здравствуйте, производитель. Но по отзывам довольно-таки неплохие. Симпатичные. Не вот так должно? Да, это та, которая пятая боковая. А, вот так. А остальные будут стоять. Хотел Наташа предложить здесь их и проверить, но здесь у нас нет электричества. Хотя можно пойти в гараж, запустить их в гараже. Сейчас затестим, пока только распаковали наш буфер и колонки. 5 штук. Проводка вроде как, я смотрю, длинная. Разместить во всей комнате хватит по углам. 4 угла. Это посередине. Под будущей плазмой. И это где-то, наверное, рядом или возле компьютера. Блин, бедняжка свалилась. Ну, что бывает, жива. Так, вроде подключение выполнено, да? Тут даже есть в комплекте пульт такой вот симпатичный. Громкость можно регулировать. Все подключено. Сейчас вставляем телефон, пробуем. Куда ты встаешь мне? Блин, у Наташи нет менеджека в айфоне 7+. Окей. Вызов принят. Где мой айфон? Не знаю, вот тут 3 провода. Я использую зеленый. Ну, я включил первое. А? Я включил, считай, я первое попавшееся. Я не знаю, что это. И можно ли это на YouTube крутить, чтобы не отключили монетизацию. Вот, пультик работает. Неплохо. Нормаста горет. Приятный такой звук. Вот такой на сегодня сюжет. Продолжаем создавать идеальный рабочий кабинет, идеальное рабочее место. Теперь здесь будет отличная акустическая система. Мы ее уже тестировали на примере музыки и фильмов. Классный звук, отличное настроение создает. На этом пока что все. Следующий выпуск выйдет снова примерно через месяц. И я надеюсь тогда, как я уже сказал, вы этот кабинет не узнаете. Потому что он должен реально преобразиться. Вот и все. Пишите свои вопросы, если они у вас остались. Какие-то подсказки, если они у вас есть. Я все читаю и принимаю по вниманию. Спасибо за просмотр. Всем пока.